Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Губернатор отметил, что на сегодняшний день сформирован хороший задел на урожай текущего года и выполнены все основные задачи, стоявшие перед аграриями. Задачи обеспечения продовольственной безопасности выполнены в полном объеме. Обеспечен рост валового объема производства сельхозпродукции и рост практически по всем товарным позициям. В плановом порядке реализуются задачи импортозамещения. Губернатор подчеркнул, что среди основных задач, которые стоят перед АПК региона в этом году – увеличение объемов производства и рентабельности, развитие овощеводства и плодоводства, активное развитие животноводческого сектора и инвестиционной активности. По многим вопросам поддержку сельхозтоваропроизводителям оказывает государство. В текущем году в Волгоградской области в сфере растеневодства по основным видам государственной поддержки выделено порядка 800 миллионов рублей. Это и погектарная поддержка, и средства новой государству субсидии за произведенное и реализованное зерно. Более 260 миллионов рублей этих средств уже перечислено на счета сельхозтоваропроизводителей в Волгоградской области. Также глава региона отметил, что именно от Волгоградской области зависит дальнейшее обеспечение продовольственной безопасности не только Юга России, но и всей страны. А через увеличение объемов производства высококачественной сельхозпродукции Волгоградская область вносит свой вклад в сдерживание роста цен на продовольствие. Ну и следующий вопрос, конечно, это реализация программ развития в агропромышленном комплексе. Расширение производственной деятельности создает дополнительные условия и возможности по комплексному развитию агропромышленного комплекса в сельских территориях. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. Спасибо тебе, Тепанович. Ежегодно в середине весны проходят акции, посвященные Всемирному дню распространения информации об аутизме. В России ключевым мероприятием этого дня стал инклюзивный фестиваль «Люди как люди». Он проводится по всей стране уже не первый год. И сегодня Волгоград стал региональной площадкой фестиваля. Мы в рамках фестиваля рассказываем обществу, людям о том, что у нас рядом с нами проживают дети, люди с расстройством аутистического спектра. Это люди как люди. Они тоже учатся в наших образовательных организациях, посещают наши дошкольные учреждения, получают знания, социальный опыт. И, безусловно, распространение информации об аутизме очень важно, в том числе и для нашего региона. Основной площадкой проведения акции стал Волгоградский педагогический университет. Это единственное высшее учебное заведение региона, где существует целый факультет подготовки специалистов-дефектологов. Более того, знания, необходимые для работы с особенными детьми, получают все будущие учителя. Эта работа ведется в университете на системной основе в течение уже нескольких лет. Самое важное, что сегодня университет вот эту подготовку включил теперь во все основные образовательные программы подготовки любого учителя. Сегодня здесь присутствуют представители факультета математики, информатики и физики. Это будущие учителя математики, информатики и физики, которые тоже должны владеть технологиями работы с особенными детьми в инклюзивной школе. Фестиваль «Люди как люди» — это не только образовательная площадка, но и возможность для специалистов поделиться своим опытом и новыми идеями, которые в будущем помогут адаптации и социализации детей с особенностями развития. Не последнее место здесь занимает развитие творческих способностей. Техника декупажа наносится на любые деревянные поверхности, деревянные пластиковые пластмассы. Вот мы привезли такие подготовки с собой. В школе с детьми мы это всё делаем из теста. Тесто высыхает, затем мы это всё наносим. Чего помогают такие мастер-классы? Ну, это развитие моторики. А потом самое главное — это контакты. Большое значение имеет работа фестивалей для семей, в которых растут особенные дети. Зачастую найти подход к такому ребёнку не могут даже родители. В рамках проекта для них пройдут специальные лекции. Это понимание, что нас слышат, что нас видят, что нам хотят помогать. Ну и, конечно, понимание того, как нам самим, родителям, всё-таки заниматься и работать со своими детками. Потому что, когда сталкиваешься с этой проблемой впервые в своей жизни, а как часто это бывает, что это единичные случаи в семье, и родители не понимают, что делать, как раз вот такая помощь им очень необходима, чтобы понимать. По итогам фестиваля будут выработаны методические рекомендации, новые техники и идеи для продуктивной работы и эффективной социализации особенных детей. Ксения Колоскова, Роман Микоренко, телеканал «Волгоград-1». Волгограде стартовал общегородской месячник по благоустройству. Сотрудники профильных организаций, управляющих компаний и просто неравнодушные жители приводят в порядок придомовые территории и общественные пространства. Одним из первых принял участие в этой компании «Советский район», где уже началась работа по уборке сквера на улице Калининградской, от районной администрации до площади перед ДК Петрова. Это общественное пространство особенно полюбилось местным жителям, став настоящей точкой притяжения. Здесь на улице Калининградской, в этом сквере, на этой аллее, мы сейчас раскрываем розы, потому что время пришло. Дальше по улице Краснопресненской мы разводим разметку будущего посадки деревьев, потому что, согласно пожеланиям жителей, у нас в прошлом году прошла вырубка деревьев в рамках борьбы со златкой. И люди хотят, чтобы эти места не пустовали, а новые зеленые насаждения украшали наш город, наш район. Специалистам предстоит освободить от слоя листвы более 200 кустов роз, убрать мусор, привезти в порядок лавочки, урны и другие малые архитектурные формы, обработать от вредителей деревья. Особое внимание здесь уделяют аллеи славы с портретами героев Сталинградской битвы. В верхней части у нас памятники, памятные доски ветеранам находятся, которые тоже будут приводиться после зимы. Покраска их, уборка. 9 мая будет проведено не только это место, а все памятные места, которые находятся в Советском районе, будут проведены в порядок, облагорожены, где-то высажены цветы, где-то деревья. Масштабные работы по благоустройству проходят во всех районах города. А на 16 апреля запланирован большой общегородской субботник, к которому смогут присоединиться все желающие. Ксения Колоскова, Роман Миколенко, телеканал «Болгоград-1». В преддверии сезона летних каникул все актуальнее и становится вопрос о том, как и куда отправить свое чадо отдохнуть. С 31 марта родители могут принять участие в государственной программе по возврату 50% от стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря. Стартовали продажи уже в 11 лагерей, на подходе еще 12. А вот как получить тот самый заветный кэшбэк, подробно рассказала директор оздоровительного центра Ольга Казакова. Необходимо зарегистрировать карту платежной системы «Мир» на сайте «Мир путешествий» или «Пример мир», «Привет мир». После того, как карта зарегистрирована, необходимо забронировать путевку на платформе, на сайте одного из загородных детских лагерей. Самое главное – регион не имеет значения. Можно выбрать любой загородный лагерь на территории России, в том числе и коммерческий. Но стоит учесть, что выбранный лагерь должен входить в реестр зарегистрированных загородных лагерей данного типа. Оплату в некоторых случаях можно провести через туроператора. Размер кэшбэка ограничен потолком. Возврат с каждой транзакции, то есть 50%, но не более 20 тысяч рублей. Количество кэшбэков не ограничено. Они возвращаются за каждую поездку ребенка в лагерь с учетом всех вышеупомянутых условий. Программа начинает работать на смены с 1 мая по 30 сентября. Можно рассмотреть и короткие туры на 3-5 дней, что особенно популярны в майские праздники. Родителям советуют подумать об оздоровительном отдыхе детей заблаговременно, чтобы успеть принять участие в программе. В 2021 году детские лагеря посетили свыше 30 тысяч школьников. В 2022 прогнозируют рост количества желающих. Валентина Конышева, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1». Для волгоградских школьников начинается горячая пора подготовки к сдаче единого государственного экзамена. Но сегодня за парты сядут вовсе не 11-классники, а их родители. Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» проходит в России уже в шестой раз. В этот день родители получают возможность поменяться местами со своими детьми и не просто сдать экзамен, но и пройти всю процедуру от начала и до конца. Сегодня организована работа пунктов проведения этой акции в каждом муниципальном районе городского округа Волгоградской области. Всего у нас 45 пунктов. Больше тысячи родителей принимают участие в нашей акции. Мы очень надеемся на то, что каждый из родителей, который к нам сегодня пришел в пункт проведения экзамена, уйдет со спокойствием и уверенностью в том, что ЕГЭ – это просто, ЕГЭ – это легко, и что нет никаких абсолютно оснований для тревоги. В этом году родителям предстояло сдать единый госэкзамен по математике базового уровня. 21 задание включает в себя примеры из всей школьной программы. От действий с дробями до логарифмов и теории вероятности. Этот экзамен входит в обязательную программу, и без его результатов школьник не сможет получить аттестат о среднем образовании. Процедура проведения ЕГЭ состоит из нескольких этапов. В первую очередь участники проходят обязательный инструктаж. Вместе с тем напоминаем, что в целях предупреждения нарушения порядка проведения ЕГЭ в аудитории ФП ведется видеонаблюдение. Далее следует получение контрольно-измерительных материалов и заполнение бланков. Пользоваться калькулятором на экзамене по базовой математике не разрешается. Телефоны также запрещены. Для родителей это хорошая возможность убедиться, что на экзамене для учеников созданы все условия. Так дочь Марины Нестерова, приехавшей в Волгоград из Луганской Народной Республики, учится пока в девятом классе. Однако подготовка к ЕГЭ уже идет полным ходом. Вопросы доступные, я думаю, дети справятся. Как бы все организовано на высшем уровне, все замечательно. Просто немножко, ну как, волнительно. Я им желаю удачи, верую в себя и не бояться ничего, идти вперед к своей мечте и все. В свою очередь школьница признается, что часто родители не понимают волнения детей. А побывав на их месте, смогут не только познакомиться с экзаменационными заданиями, но и создать дома комфортную психологическую атмосферу. Родители думают, что это как бы просто как-то, чего волноваться, если ты знаешь свой предмет, если ты сможешь это сдать. Но все равно какое-то волнение присутствует, потому что, когда ты сидишь и сдаешь, у тебя мысли как-то путаются, что-то ты забываешь, что-то тебе кажется как-то новым. Ксения Колоскова, Роман Микоренко, телеканал «Волгоград-1». Поэзия и искусство — это особая форма не только выражения, но и познания, говорил поэт Ян Райнис. Научиться мыслить образами, читать стихи не от рифми к рифме, а так, как чувствуешь и ощущать прекрасное вокруг. Именно этому в течение полутора часов пытался научить всех желающих известный волгоградский актер Максим Беров. С инициативой такого необычного и нужного мастер-класса выступил один из крупнейших в городе торгово-развлекательных центров «Акварель». Да это же здорово, что они такое сделали, во-первых, потому что к поэзии вообще утрачена любовь, так скажем. Мы вспоминаем это по каким-то праздникам, а она существует в нашей жизни каждый день. И это вещь, которая заставляет не только, так скажем, ощущать прекрасно, ощущать мир, но еще и задумываться. Это очень полезно для, вообще для всех полезно, для детей постигать этот мир. Что такое образ, в конце концов, непрямолинейно говорить. Копайте в самую суть. На удивление, среди участников мастер-класса очень много детей. С неподдельным восторгом и искренним интересом они ловили каждое слово Максима. Особенно мастер-класс оказался полезным для второклассницы Дарьи Бабичевой. Несмотря на юный возраст, девочка – неоднократная победительница и призер районных и городских конкурсов по чтению стихов. Мне очень понравился этот мастер-класс, потому что мне очень понравилась эта тема, потому что мне в будущем она должна пригодиться. Читать стихотворение вслух училась и преподаватель Мария Жилина, и выпускница школы Алина Базеева. Как оказалось, для поэзии границ нет. Вчера мы с подругой посетили премьеру в воскресенье в Молодежном театре, увидели этого актера и наткнулись на запись в интернете о мероприятии и решили, что нам нужно обязательно его посетить, потому что потрясающий актер, потрясающие мысли. Это очень здорово, замечательная площадка для таких мероприятий, особенно очень актуально для молодежи. Я очень рада, что Акварель пригласила Максима Перова на данный мастер-класс. Мастер-класс длился целых полтора часа, но и этого недостаточно, чтобы постичь даже самые азы. После мероприятия Максим дал ценные советы для тех, для кого стихотворение не просто зарифмованные строчки. Я всегда говорю, эта вещь передается из рук в руки, из уст в уста, а у тех, кто читает стихи, это из уст в уши. Нужно услышать, нужно слушать, вслушиваться и понимать, откуда-то все это идет. Из себя это не возникнет. Если этого не было в тебе, то это не возникнет. Это нужно взять у кого-то. Вначале спародировать, а потом найти, где это находится в тебе. Как писал Бродский, только 2% народонаселения планеты Земля могут понимать и писать поэзию. Я надеюсь, этот процент увеличится. Еще больше интересных мероприятий ждет вас в ТРЦ «Акварель» этой весной. Следите за новостями в социальных сетях. Ранее совершенное преступление раскрыли полицейские города Камышино. В полицию обратилась 35-летняя местная жительница, сообщив, что ночью неизвестный порезал шины, принадлежащие ей автомашине «Шкода». В ходе проведения оперативно-рыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Ей оказалась 42-летняя соседка потерпевшей, которая ночью ножом порезала все четыре колеса автомашины. В содеянном она осозналась, пояснив, что преступление совершила на почве личный неприязнь к потерпевшей. Дознавателями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В Суровикинском районе сотрудники ДПС задержали подозреваемого в разбое. В полицию обратился 73-летний пенсионер, водитель такси, и сообщил, что вечером, находясь недалеко от автодороги Волгоград-Скаминск-Шахтинск, неизвестный, угрожая ножом, вытолкал его и завладел автомашиной «Шевроле». В ходе оперативно-рыскных мероприятий полицейские задержали ранее неработающего судимого 43-летнего жителя Калача. Возбуждено уголовное дело. Мошенники продолжают обманывать граждан, желающих заработать на бирже. 64-летний житель Дзержинского района перевел 175 тысяч рублей неизвестному, который обещал ему быстрый заработок в игре на бирже. На одном из сайтов потерпевший увидел предложение по инвестированию денежных средств. Пенсионер позвонил по указанному номеру и неизвестный, представившийся сотрудником биржи, убедил его в гарантированном получении крупной прибыли в кратчайшие сроки. Мужчина перевел денежные средства на указанные номера и стал ждать прибыли. Однако при следующей попытке дозвониться до сотрудника фирмы ему не удалось, и он обратился в полицию. Полиция предупреждает, если вам предлагают ежедневный доход и участие в проекте с гарантированным возвратом средств, стоит усомниться в достоверности и не рассчитывать на получение легких денег. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ Клиника «Варикоза.нет» проводит акцию. Первичный прием флеболога с УЗИ обеих ног – 1500 рублей на двоих. Клиника лазерной хирургии «Варикоза.нет». Количество мест ограничено. Звони 96 85 85. Внимание ветеринарных врачей и студентов! Хотите повысить квалификацию, получить новые знания и дополнительную специализацию? Учебный центр доктора Чулковой приглашает на курс «Основные заболевания ветеринарной дерматологии». Занятие ведет известный врач-эксперт по дерматологии Елена Музаваткина. С 16 по 18 апреля. Запись по телефону 504 004. По окончании курса выдается документ государственного образца. Сегодня ночью и завтра днем по области Волгограде ожидается пасмурная погода, дождь. Ветер южный до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, днем плюс 15, плюс 21. Новосибирск.